Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. Очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное второстепенно. Виталик, за пальчики мы носим руками и кажут. Кусочек краски – это история. Кусочек краски осталось на мне. Пройдет еще 10-20 лет. Скажешь, 13-20 лет. Вот, и все. Была серая стена, как всегда, с непонятными надписями. Люди, которые за ней долго наблюдали, решили что-то поменять. Проведением каким-то нашли меня. Я предложил свой эскиз. Эскиз понравился. И вот на протяжении последней недели я поработал над его воплощением в жизнь. Результат можете наблюдать. Прекрасно. А кто помогал? Помогал Леша Драмер. Очень интересный такой парень житомирянин. И житомирский художник Сергей Носов. Да, да, знаю. Ну, они помогали мне технически, морально, эмоционально. Были рядом. Ну, я такой пришел. Да, молодец, молодец. Держи, держи. Да, да, что из короткого, то другое, то другое, то есть схема, и все, бачите. Так что только три контакта таких, и четвертый, и все, выходит до Сива Джобса. Вы устали жить чужой мечтой? Помните, ваше время ограничено. Не тратьте его, живя другой жизнью. Несомненно, это ваша жизнь, и вы имеете полное право проводить ее так, как захотите, без любых препятствий и барьеров со стороны других. Дайте себе возможность развивать свои творческие таланты в атмосфере, свободной от страха и давления. Живите жизнью, которую выбираете вы сами, и где вы сами являетесь хозяином своей судьбы. Стив Джобс, который изменил мир, который показал, что мечтать... Мерить в свое, блин. Да, это важно. Бачьте, наше место прокрашается, оно становится центром культурного развития граффити на стенах. И жизнь становится намного прекрасней, когда ты реализовываешь свои мечты, когда реализовываешь свои планы. И даже в другом городе, если человек прагне до чего-то, нехай не остановится, нехай делает. Если ты сварщик с дипломом, товарищи, какие-то такие чудовие вещи. Дивуй свет. Самую занадбану стену, будь-який безобразный шматок можно перетворить на арт-объект. И плюс его в том, что он не находится там десь в галереи, в подвале, в каком-то там, или в чем-то. Он находится на улице, и людям не уникнуть этого споглядания. Они уже преречены видеть вокруг себя какие-то изменения. Вот он и где там, никогда не был ни в галереи, ни в каких-то выставках, ничего. Тут хоп, его встречает, картина намальована прямо на стене будинка какого-то. На фасаде бойлерной, на какой-то водоказке, на паркане, на гараже, на цегляном паркане, на будь-чому. Будь-яка площина при невеличкой фантазии и прикладных усилий перетворится на арт-объект. И является прекрасным городом. Ну что, как говорится, творческих успехов тебе, дядя? Да.